Почему китайцы не переходят дорогу на зеленый свет? Как лучше говорить, коричечный или коричневый? И как цвет восприятия развито у тебя, как у людей племен Амазонки или как у креветки Богомола? Здравствуйте, товарищи, и давайте сразу к видео. Лет в 17 у нас дома появился бегемот, которого мне подарили, плюшовый бегемот, и с тех пор в нашей семье не утихают споры, какого же он цвета, зеленого или коричневого. На днях я наткнулась на интересную статью, и кажется, я теперь поняла, в чем суть нашего спора. Любой человек, хоть раз видел радугу, может представить себе ее цвета, даже назвать их по порядку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, каждый знает, что такое красный, что такое оранжевый, что такое желтый, но кто может провести вот эту точную линию по одну сторону, которая будет точно желтый, а по другую точно оранжевый. Мне кажется, вот тот самый детский вопрос, а почему синий называется синим, и почему он синий, это тот вопрос, который может поставить в тупик многих взрослых. Как и вопрос, как садится муха на потолок. Смотрите, вот так, или вот так. Серьезно, напишите ваши варианты в комментарии, потому что я многим задаю этот вопрос, и точного цвета я так и не получила, и я думаю, что... Сейчас. Да, вот так. Вот так. Так что же такое цвет? Цвет — это то, что видит наш глаз, когда свет попадает на предмет, отражается, и вот совокупность вот этого отражающегося света и личное устройство нашего глаза дает некоторое цветовосприятие. Но такой момент. Может ли цветовосприятие и его восприятие, может ли оно быть разным у разных людей? Физически — да, то есть каждый видит оттенки слегка по-разному. Но, может быть, этот вопрос состоит еще более глобально. Может ли, например, цветовосприятие зависеть от культуры? Почему нет? Ведь, например, язык формируется в каждом уголке нашей Земли по-разному. Так, может быть, и понятие о цвете тоже у разных народов разное. Оказывается, да. Антрополог Берлин. 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 Да. И лингвист Кей. Они стали проводить исследования, и вот что они выяснили. Что? Ну, начнем с очевидного, что в каждом языке есть слова, обозначающие цвет. Хотя, оказывается, что не в каждом языке есть такие слова. Вот представьте себе. Ну, в среднем, в зависимости от культурного, как сказать, развития народа, культурного, я имею в виду именно такого оформившегося культурного, понятно, что у каждого народа есть своя неповторимая культура, но я имею в виду такую структурированную, что ли, культурную развитость. Так вот, в зависимости от этой структурированной культурной развитости, в каждом языке может быть от двух до одиннадцати цветовых слов, таких прям конкретных, типа красный, желтый, фиолетовый. И в ходе своего исследования они поняли, что каждый язык, каждая культура проходит некоторый путь формирования и придумывания, как бы, этих цветов. То есть, если мы возьмем язык, в котором будет только два слова, которые обозначают цвет, это будет белый и черный, то есть, условно, все светлые цвета и все темные цвета. Если в языке появляется третий цвет, то он, скорее всего, будет красным. Дальше появляются зеленый и желтый в разных порядках, и уже, если доходит до шестого цветового слова, то появляется синий. Само по себе это исследование было очень интересно, но их все закритиковали, заклевали, мол, фу, вы слишком малую выборку взяли, у вас все не точно, да вы вообще изучали только Америку, Европу, это все, типа, пфу, давайте вот что-то по всему миру изучите, тогда можете что-то говорить. Они такие, хорошо, базара ноль, провели более широкое и глобальное исследование, я в описании оставлю вам ссылку на интерактивную карту, где стоят такие точки цветные, и можно посмотреть, в каком народе сколько цветных таких слов. На самом деле, я никогда об этом не задумывалась, мне всегда казалось, ну, это как бы такое, типа, совершенно что-то стандартное, типа, земля, небо, солнце, у всех это есть, и у всех это, ну, должно быть, но нет, оказывается, оказывается, нет, и ведутся даже такие споры, что есть такой народ, забыла, как они называются, Панапе, как-то Пахра, Пах, что-то такое, в долине Амазонки, и ученые даже не уверены, что у них, в принципе, есть слова, которые обозначают цвет. А, например, для людей в высокогорье Новой Гвинеи есть только два слова, мили и моло, одно обозначает все холодные оттенки, другое все теплые, вот такой живописный язык. Ну, конечно, эти ученые изучали только людей, вот, потому что у всех живых организмов разное цветовосприятие, и, например, у человека по сравнению с креветкой-богомолом, вот с этим лапуськой, ну, у нас вообще, можно сказать, видим мир в черно-белом цвете, и на самом деле было бы прикольно, если бы эти креветки-богомолы умели разговаривать, у них была бы своя языковая культура, офигеть, сколько бы у них там было этих цветовых обозначений. Ну, и если дальше рассматривать вот этот путь развития языка и цвета, то, вот как, например, цвет влияет на нашу современную жизнь, на нашу моду, примерно в веке 18-м стали придумывать такие маркетинговые названия для цветов, вот как сейчас вы возьмете каталог Эйвен, допустим, и там будет помада лиловая вишня, и вы такие, все, я хочу лиловую вишню, обязательно, прямо сейчас. Так вот, эта фишка была придумана маркетологами не Эйвен и даже не Эрифлейм, а вот как раз в веке 18-19, чтобы продавать красивые платья из красивых тканей, начали придумывать всякие необычные названия для оттенков, и все знают, я думаю, большинство знает цвет Веселая Вдова, для меня это всегда почему-то такая на автомате ассоциация с сиреневой, а на самом деле это розовый цвет, ну, Веселая Вдова, такая, типа, бледная, но розовенькая. С вашего позволения я вам зачитаю, я заскриншотила некоторые интересные названия, вот, и... Привет, с вами Вероника с монтажа, и я так боялась вам забыть что-то рассказать, что забыла рассказать про японцев. Так вот, почему они не переходят дорогу на зеленый свет, потому что они переходят ее на синий. Несмотря на то, что цвет светофора, который обозначает сигнал к переходу дороги, у них такой же зеленый, как и везде. Чтобы понять, почему так получилось, нужно немножко знать историю японского языка и представлять цветовой круг, ну, или радугу. В радуге, в цветовом круге, синий и зеленый – это соседи, и очень долгое время в японской культуре синий и зеленый просто не разделяли. И до тысячного где-то года был просто некий цвет АО, который обозначал вот синий-зеленый, то есть вот все оттенки воды, от голубого ручейка до темно-зеленого океана. В XI веке все-таки появился еще один цвет – Мидори, который обозначал зеленую грань синего цвета, то есть такой как где-то изумрудный, я так себе представляю. Вот, и только в начале XX века началось разделение синего и зеленого на два самостоятельных оттенка. Произошло это не без помощи творчества. В 1917 году в Японию стали завозить детские мелкие для рисования, где было четкое разделение вот этих карандашиков – синий, зеленый, ну и так дальше. И вот с детского творчества пошло вот это потихонечку разделение синего. и зеленого. И завершилось оно только в 50-е, после Второй мировой войны. Ну, если эту историю не знать, до сих пор можно встретить странные моменты в языке. Например, в русском – петрушка, укроп, салат – это все называется зелень. Также и в английском тоже – это green. А в Японии все овощи называются аомоно, кажется. Короче, в Японии… Ой, маска поменялась. Прикольно, так лучше. Да, в Японии все овощи называются ао, вот что-то там. То есть синие вещи. То есть синие яблоки, синие листва весеннее первое. Вот. Ну и кого-то неопытного в Японии тоже называют не зеленый, да? Значит, новичоклон в этом еще зеленый. Говорят синий. Вот. И еще про названия цветов, которые необычные, и про их происхождение. Например, сейчас коричневый настолько обыденный для нас слово, обыденный цвет, что то, что вообще-то произошел он от названия корицы, от вот этого растения, сейчас уже мало кто знает и помнит. Вот. Так что вопрос остается открытым. Как правильно говорить? Коричневый или коричечный? Ну все, у меня на этом все. Давайте возвращаемся в видео. А, ну вот, например, цвет базарного огня. Это словосочетание появилось после несчастного случая, когда на парижской благотворительной, по-моему, ярмарке случился пожар. И, в общем, это было такое масштабное событие, о котором все знали, все говорили. И вот появился такой термин цвет базарного огня. Ну и понятно, что это, ну, такое какое-то размытое очень определение. Вот там, если, не знаю, цвет полуденного неба, все примерно себе могут представить обазарного огня. Ну, что там, коричневый, черный, да, вот этот дым, сажа, красный, оранжевый. Ну, слишком большая, слишком большая растяжка цветов. Этот цвет определяют как огненно-красный с примесью желтовато-синего или серого. Далее такой кокетливый оттенок. Цвет бедра испуганной нимфы. Тоже розовенький оттенок. Есть еще оттенок просто бедра нимфы. Розовый более бледный, то есть испуганный он такой поактивнее, а спокойный более нежный. Также был еще, или, наверное, есть, да, есть такой сорт роз, по-моему, такого оттенка. Но для меня этот оттенок как-то по названию кажется не очень привлекательным. Я бы не хотела себе платье цвета бедра, пусть даже нимфы, я бы не хотела. Ну, вот эту ткань такого цвета использовали в качестве подклада для формы военных. Ну, так вот, ткань для офицеров и солдат была разной по качеству, и офицерский оттенок назывался бедро испуганной нимфы, а солдатский ляшка испуганной Машки. Ну, вот о чем я говорила, я бы не хотела такое себе платье. Еще я очень смеялась, когда прочитала про оттенок бисмарк. Знаете, какой это цвет? А-а-а, бисмарк. Коричневый. Видимо, тот, кто придумывал название этому оттенку, ну, бисмарка как-то, наверное, не очень любил, потому что все-таки политический деятель, военный. Скорее, если ты уважаешь этого человека, наверное, ты бы красный оттенок назвал его именем, а так коричневый, это не такое что-то. Но самое смешное не это. Читаем дальше. Есть оттенок бисмарк маляад, то есть бисмарк больной. Видимо, это какой-то коричневый, зеленоватый. Есть еще бисмарк энколяр, видимо, я надеюсь, я правильно считаю, он же бисмарк сердитый. Бисмарк гляссэ, то есть сдержанный, спокойный. Бисмарк синтилен, блестящий. И бисмарк контент, бисмарк довольный. Мне нравится вот эта гамма коричневых оттенков. А, ну еще есть бисмарк фуриоза, растержанный красновато-коричневый оттенок. А, а теперь внимание, уберите от экранов всех, кто против слова «негр». Это прям отдельная тема. Ну так в общем. Оттенок «Голова негра». В современном обществе неуместное название. В общем, в 18 веке на улицах Москвы и Петербурга стали появляться «арапы», «негры», «африканцы», «темнокожие люди». И появилось вот такое название одного из таких глубоких коричневых оттенков. «Голова негра». А, ну и завершить хотела бы оттенком, которым не удивишь, наверное, всех моих друзей и художников. Но для тех, кто еще не слишком глубоко в художественной теме, не слишком глубоко в художественной теме, «голубец». Впервые, когда я увидела, услышала это название, у меня были ассоциации, вы знаете, с бабушкиным голубцом, вот эта вот капуста, фарш. Но оказалось, что нет, «голубец» — это голубой оттенок. Такой очень красивый, звенящий, чистый голубой оттенок. А, конечно, если ассоциировать его с едой, то это скорее какой-то хаки, серо-зеленый. Ну, в общем, голубой мне больше нравится. А, и в конце, ребята, стоп, не выключайте, подождите, подождите, подождите. Я буду ругаться. Я залезла в статистику канала, и знаете, что я выяснила? Да-да-да, я выяснила, что больше 50% смотрят без подписки. Ну, ребят, почему? Почему вы так делаете? Не надо. Пожалуйста, проверьте красную кнопочку внизу. Если она красная, срочно-срочно надо ее нажать, чтобы она стала серенькая. Да, кстати, надо найти, как там. Если она цвета базарного огня, срочно нажимайте, чтобы она стала меланжевая. Цветом асфальта. Вот, обязательно там глокольчик, лайк, комментарий. Вот, надеюсь, что эта информация была вам интересна, потому что я просто, когда я ее нашла, я такая, а что, как это есть народы, у которых нет цветов? А как они живут без цветов? Мое сердце художника, колориста-живописца, было просто такое, как? В общем, очень интересное исследование. Я оставлю в описании обязательно все ссылки на эти классные статьи. Обязательно проверяйте карту, вот эту вот мировую. Ну, мы там, кстати, в развитых, так скажем, народах. Еще бы, у кого там типа 6, у нас 6 цветовых слов по согласно этому исследованию этих чуваков. Вот, ну и все, что я с вами долго тут сижу, не знаю, что еще вам сказать. Комментарий напишите, хороший. И все, до встречи в следующих видео. Пока, всего хорошего. Пока.